Мы уж рассказывали о замечательном федеральном проекте, в рамках которого люди, известные в политике, образовании, культуре и других сферах, встречаются и общаются с молодыми людьми. И вот прошла очередная такая встреча, и она была для славянских ребят очень интересной. Главная цель проекта на примере достойных людей наглядно показать молодежи, что современная Россия – это страна возможностей, где можно добиться успеха в любой отрасли. Лидеры общественного мнения, заслуженные люди делятся с подрастающим поколением историями своих достижений, накопленным опытом, говорят о патриотизме, о необходимости жить и работать в соответствии с нашими нравственными и гражданскими ценностями. Профессор, первый ректор Славянского педагогического института Татьяна Анисимова сказала, что в обычной жизни всегда есть место подвигу, и для этого совсем не обязательно делать что-то невероятное. Министерство промышленности Краснодарского края разработало такой проект «Куба индустриальная». В этом проекте уделяется значительное место вам, молодым, которые могут найти свое место и стать героями на наших предприятиях, наших хозяйствах, на рабочих местах. Каждое предприятие будет рассказывать о своих героях, героях своего предприятия. Я думаю, вам тоже придется участвовать в этом проекте, потому что наши предприятия нашего города тоже придут в школы, придут, ну, наверное, придут и в нашу аудиторию эту, для того, чтобы поделиться с вами теми достижениями, которые есть у нас в сельском хозяйстве, в промышленности. Светлана Рудская имеет 60-летний педагогический стаж. В настоящее время ведет активную общественную работу в плане патриотического воспитания молодежи. Она рассказала о послевоенном времени восстановления разрушенного хозяйства и о том, как важно протягивать руку помощи и быть неравнодушным. За пять лет, в 50-е годы у нас Славянск на Кубани был уже жизнестойким. Были здесь уже и заводы работали, и фабрика начала работать, и дома построены, стали те, которые были разрушены. Вы идете мимо и смотрите, человек упал. Вы подходите к нему, оказываете ему помощь и вызываете скорую, уже вы герой. Вы уже герой, вы помогли человеку, не прошли мимо любого. Молодой будет это или старый будет человек, но нужно оказать помощь. Это тоже геройство ваше собственное уже. Поэтому героям нужно, как говорят, родиться. То есть то, что есть у нас в душе, у русских. Атаман прибрежного хуторского казачьего общества Игорь Быковский рассказал о том, как важна поддержка воинов, участвующих в специальной военной операции со стороны общественности, и одобрил ребят, занимающих активную гражданскую позицию. Поверьте, насколько важно вот это то, что сейчас делается энтузиастами здесь. У нас люди, женщины плетут маскировочные сети, шьют белье бойцам, находящихся на фронте, собирают там всякие медикаменты и так далее, и так далее. Я был там в самом начале специальной военной операции, когда еще, честно говоря, мы когда шли, думали, что вот сейчас, вот месяц-два, и мы победим, и все закончится. Это апрель 22-го года, апрель, май, июнь. То есть все только началось, еще непонятно было, во что мы ввязались. И, честно говоря, помощь фронту тогда уже была. Здесь, я как понимаю, вы собрались, своего рода активисты. Каждый занимается каким-то полезным делом. То ли помощь собирает, то ли еще что-то. Продолжайте этим заниматься. Вот такую активную гражданскую позицию постоянно держите. И действительно, не хотелось бы повторяться, но действительно слава вас найдет. В рамках одного из основных направлений движения первых в районе стартовал всероссийский проект «Хранители истории». Юнормейцы, волонтеры, активисты из школ, техникумов и филиала Кубанского госуниверситета были приняты в ряды «Хранители истории движения первых». Приглашенные гости «Диалога на равных» вручили ребятам специальные удостоверения и значки. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, Константин Монастыренко. Программа «События». Продолжение следует...